Приветики всем! С вами канал Поделки-Самоделки и живые блокнотики или мини-книжечки. А может, кавайные личные дневнички? Я покажу вам, как сделать такую необычную канцелярию из одного листа бумаги без клея. Первым делом мы сделаем странички для блокнотика. Возьмем обычный лист бумаги формата А4. Сложим его пополам. Немного поможем пальчиками. Теперь сложим пополам с одной стороны и с другой. Давайте посмотрим, что получилось. У нас есть три сгиба. Разрежем по ним ножницами, чтобы было все ровно и получим целых четыре полоски. Возьмем одну полосочку и сложим ее пополам. Затем еще раз пополам. И еще раз пополам. Вот так. Такие же действия проделываем со всеми оставшимися полосками. У вас получится так же, как и у меня. Разложим наши все полосочки и склеим их все вместе, одна за одной. Клей будем наносить на последний прямоугольник. Не заходя за сгиб, приложим вторую полосочку и так до конца, пока все полоски не закончатся. У нас получится длиннющая полоска со сгибами. Давайте сложим ее гармошечкой. Делать это очень легко и, кстати, интересно. Как прикольно все получилось. Продолжаем дальше. Нанесем клей на всю полоску. Не затрагивая только первый и последний прямоугольник. Делать это не обязательно. Можно обойтись и без клея. Но я сделаю с клеем. И покажу вам, как здорово все получится. Правда, круто? Как настоящие странички, только очень маленькие. Отложим наши готовые странички в сторонку и перейдем к обложке. Для нее нам нужно взять обычный лист бумаги того цвета, который вам нравится больше. Я возьму розовый. Сложим его пополам по вертикали и горизонтали. Раскроем и вырежем любой из получившихся прямоугольников. Для мини-блокнотика понадобится только он. Остальное все отложим в сторонку. Сложим наш кусочек пополам по длинной стороне. Прижмем пальчиками не по всей стороне, а только сверху и снизу. Вот так. Для того, чтобы мы видели центр листочка. Теперь сложим левую сторону к центру, не доходя 2-3 мм. На глаз. Проверьте, все ли верно у вас получилось. Дальше проделываем такие же действия с правой стороны. Вот такое малюсенькое расстояние в центральной части должно быть. Далее сложим нижнюю часть к верхней, не доходя до самого края. Расстояние от края измерим, приложив наши странички. Прижмем пальчиками. Еще раз повторим такие же действия, только с другой стороны. Для удобства перевернем и проделаем все то же самое. Давайте проверим, все ли у вас получилось, как у меня. Вложим наши странички. Все отлично. Осталось сложить нашу обложку по размерам страниц. Вот так. Прижмите пальчиками, пока слегка. Уберем странички в сторону. Для того, чтобы прижать на этот раз все лучше. Теперь можно вложить их на место в нашу обложку. Как все мило и красиво. Но чтобы свою канцелярию сделать необычной, нарисуем кавайную мордашку. Сначала я рисую все простым карандашом. А уже после обвожу маркером или ручками. Не забудьте про белые блики в глазах. С ними глазки выглядят намного лучше. Если такого маркера, как у меня, у вас нет, не расстраивайтесь. Можно использовать любую краску. Гуашь есть наверняка у всех. Вау, как милашно все смотрится. Я сделала блокнотики разных цветов. Выбирай, какой тебе цвет нравится больше. И пиши об этом в комментариях. Эта необычная канцелярия послужит вам записной книжкой или личным дневничком в школе. Можно записывать или рисовать на таких мини-страничках. А уж спрятать его можно куда угодно. Да, кстати, поставь за мини-блокнотики лайк. Подпишись на канал, если не подписан. Нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые и следующие видео. Делись нашими идеями со своими друзьями. Суперского тебе настроения. Пока-пока.